Мобильная студия Первого медицинского канала продолжает свою работу на 18-й ассамблее «Здоровая Москва». И я рада приветствовать в этой студии Марину Александровну Бипчук. Здравствуйте, Марина Александровна. Директора научно-практического центра психического здоровья детей и подростков имени Груни Ефимовны Сухаревой, департамента здравоохранения Москвы. И поднимем мы социальную, остро-социальную, я бы сказала, тему, а именно это тема психического здоровья детей и подростков. Как она решается в нашем городе, как ситуация, какая сейчас, как обстоят дела. Все, что считаете нужным, пожалуйста, Марина Александровна. Спасибо большое за интерес к нашей теме, потому что многие годы детская психиатрия находилась как бы между педиатрией и психиатрией. И интерес к этой области у медиа, у населения был не очень высокий. Сегодня ситуация меняется. И меняется она, во-первых, потому что детей становится больше, которым нужна наша квалифицированная помощь. А с другой стороны, потому что вообще общество стало поворачиваться к людям и, следовательно, к детям, а следовательно, к детям с ментальными нарушениями. Сегодня помощь в городе Москве организована детям следующим образом. Есть территориальный принцип, он прописан в законодательстве, и участковая сеть принимает прикрепленное население, и в значительной степени именно на участке можно решить социальные вопросы. Это означает, что амбулаторное звено берет на себя решение вопросов оформления инвалидности, оформления льготного лекарственного обеспечения, оформления справок и документов для образовательного маршрута или особых образовательных условий, для выделения жилплощади и другая категория социальных вопросов. Возникает вопрос, а где, собственно говоря, тогда лечиться или кому обращаться, если с ребенком что-то происходит, что беспокоит родителей? Родители принимают решение, они могут обратиться к психологам, и чаще всего это, например, психологи в системе образования. Это школьные психологи, или психологи в детских садах, или раньше это называли медико-психолога, социальные, педагогические центры. Иногда этого бывает недостаточно, и тогда родители задают вопрос педиатру. Кому нам пойти? Ребенок не говорит, а ребенку, например, 3-4 года. Или ребенок не опрятен, а ему скоро в школу. Не может обслуживать себя. Куда обратиться? К сожалению, к сожалению, потому что эта практика есть только в нашей стране. К сожалению, врачи-педиатры, которые отвечают на вопросы таких тревожных родителей, обеспокоенных, справедливо обеспокоенных родителей, часто говорят такой текст, ну к психиатру не надо обращаться, идите к неврологу. То есть элемент страха привносят сами. Конечно, и к сожалению, этот страх, который вы сейчас правильно назвали, он называется психофобия, страх психического заболевания, страх встречи с службой психического здоровья, он присутствует в мифологии. Ну вы, наверное, лучше меня знаете, как он вообще артикулируется, чтобы его там не кололи голопередолу. Конечно, чтобы его не превратили в овоща. Да, в народе это называется так. Да, конечно. Или не поставили бы на пожизненный учет. И, к сожалению... То есть стигма такая на всю жизнь. Конечно. И, к сожалению, вот я несколько раз уже повторяю слово «к сожалению», потому что подобные тексты, которые говорят родственники, знакомые родители, которые обеспокоены, или даже наши коллеги, например, врачи-педиатры, часто не имеют под собой законодательной почвы. Потому что в детстве законом не прописана эта конструкция, которая называется «постановка на учет». Детские психиатры не ставят детей на учет. При переходе во взрослую сеть комиссионно дети смотрятся. Почему важно это во взрослой сети? Потому что там действительно есть справки. Ношение оружия, управление автотранспортным средством, получение кредита, или, например, усыновление, или особый список профессий, где действительно требуется высокий уровень психической устойчивости. Но в детстве нет этих справок. И, собственно говоря, вот эти пугалки, которые есть... Нет необходимости. Пугалки, которые есть у родителей, они скорее заимствованы из взрослой психиатрии. Но в результате мы получаем ребенка, который оказывается в нашем поле зрения спустя три года или четыре года, а иногда и больше, относительно момента, когда родители впервые заметили неблагополучие. Это означает, что эти три-четыре года мы потеряли. И любой специалист, логопед, скажет, что, как мы говорим на нашем жаргоне, завести речь, то есть запустить речь проще у ребенка двух-трех лет и почти невозможно у шестилетнего. Если не говорил, то уже... Да. Или, например, справиться с недержанием мочи. У ребенка трех лет гораздо проще, чем у десятилетнего ребенка, у которого уже наросли вторичные страхи, он уже не может поехать с ребятами на экскурсию, он уже не пойдет в поход, потому что он ночью непредсказуемо, может быть, неопрятен. И это травмирует его. Это означает, что мы потеряли время. Мы потеряли время для того, чтобы вовремя адаптироваться, помочь адаптироваться этому ребенку. Не только справиться с симптомом, но адаптироваться. А значит, и не помогли всей семье. Потому что родители или вся семья ребенка, страдающего ментальным нарушением, она вся уязвима, она находится в тяжелейшем положении. Потому что в транспорте, когда родители с тяжелым ребенком перемещаются по городу, к сожалению, так принято в нашей культуре, любой имеет право сделать замечание по коррекции воспитания. Но вы что же, мамочка, не следите за вашим ребенком. И родители в этот момент в отчаянии, потому что они не могут... Не могут каждому объяснять. Не могут каждому объяснить, что ребенок неговорящий. Или что ребенок находится вне норм социального взаимодействия, как, например, при расстройствах аутистического спектра. Или для ребенка невыносимы громкие звуки. И поэтому он кричит и просит, чтобы все замолчали. Его невозможно остановить, он иначе не может выжить. Ему избыточно все то, что существует в нашем мире. Объяснить каждому прохожему это невозможно. Это очень травмирует родителей. Они оказываются в изоляции. И поэтому мы знаем те динамики, которые происходят в семьях детей с ментальными нарушениями. Очень часто, к сожалению, родители разрушают свой брак. Часто бывает так, что мужчины не выдерживают этого стресса. Ребенок остается только с мамой. Он страдает, ребенок, и финансово в этот момент. Потому что те на сегодняшний день существующие способы реабилитации требуют больших временных затрат. Иногда и финансовых. Но и временных. Вот теперь я готова в этой точке перейти к тому, что, собственно говоря, делает Центр Сухаревой. Я немножко говорила вначале о боблаторном звене. А теперь Центр Сухаревой. И я перекинула этот мостик через реабилитационный комплекс. Потому что Центр Сухаревой на сегодня является действительно, наверное, уникальной площадкой. Потому что у нас собраны все возможности, которые существуют в мире, для помощи нашим детям. Это потенциал наших специалистов. А это не только врачи-психиатры. И это еще большое количество других специалистов. Это педиатры, это кардиологи, это генетики, это неврологи, это стоматологи. Крайне важная тема. Потому что наши дети, например, не могут лечить зубы в обычной стоматологической поликлинике. Ибо любой врач-стоматолог, общаясь с ребенком, который не открывает рот, что говорит родителям? Вы идите к психиатру сначала, а потом придете к стоматологу. Но зубы болят сейчас. И то психомоторное возбуждение, которое есть у ребенка, оно связано всего лишь с зубной болью, а не с ментальными нарушениями. А значит, надо лечить зубы. У нас уникальные стоматологи в центре Сухаревой, которые без наркоза так общаются с нашими детьми, что дети вовремя открывают рот, вовремя закрывают рот и могут сотрудничать на любое вмешательство. Это особая квалификация такая. Конечно, конечно. Штучная. Но это не только у стоматологов. Но и такая же квалификация нужна и педиатру. Потому что дети, например, с расстройствами аутистического спектра терпеть не могут, когда к ним прикасаются, например, фониндоскопом, который будет холодный. Но это надо учитывать. А когда у врача-педиатра 12 минут на приеме, он не может каждому фониндоскопу подогреть. А наши могут. И поэтому врачи действительно совершенно особого подхода, особых компетенций. А кроме этого... Вы их готовите у себя в центре. Конечно. А кроме этого огромная психологическая служба. На сегодняшний день 80 психологов работает в центре Сухаревой. И из них почти половина это семейные психологи. В каждом отделении, в каждом подразделении работают семейные психологи. Причинам, которые я уже говорила выше, потому что помощь ребенку это помощь семье. Потому что ребенок выпишется в какой-то момент из стационара. И семья должна подхватить те идеи или тот прогресс, который у нас возник. Чтобы не упустить достигнутые. Поэтому мы формируем отношения сотрудничества, отношения партнерства с каждой семьей. А для этого нужны специалисты, которые умеют это делать. Семейные психологи. Кроме семейных психологов, это нейропсихологи, это абокоррекция, это сенсорная интеграция. Это еще 8 других специальностей, включая кризисных психологов. Потому что одна из важнейших социальных тем и, собственно говоря, в значительной степени работа сотрудников центра Сухарева, это дети, подростки с суицидальным поведением, с суицидальными попытками. Это особые психологи, это кризисные психологи. И семейные, конечно, включаются в эту работу. Это дефектологи, продолжаю перечислять наших специалистов. Это логопеды, это педагоги, это специалисты по работе с семьей, это специалисты по социальной работе. Потому что еще одна сложная социальная тема – это приемная семья. И дети в приемной семье, которые особым образом переживают травму. И среди этих детей много наших детей-инвалидов. И приемная семья не всегда в состоянии выдержать этот стресс. Стресс воспитания особого и не своего ребенка. Совершенно так. Поэтому это действительно совершенно уникальные специалисты и уникальные способы работы, уникальные методики, которые признаны уже в мире, являются доказательной базой, доказанной базой в мире. Я уже их перечислила. Сенсорная интеграция, абокоррекция, флортайм и так далее. Это действительно сегодня детская психиатрия очень мощно развивается и за рубежом, и у нас в стране. Вот, наверное, самое главное, что я хотела сказать про сегодняшний день. Дальше готова ответить на ваши вопросы. Планируется ли какое-то по стране, вы не знаете, распространение вашего опыта? Потому что Москва – это Москва. Мы знаем, что это просто объективная реальность, есть много хорошего, и оно в некоторых случаях, в других специальностях, оно распространяется по стране. Хотя в каких-то регионах, может быть, есть что-то лучше, чем в Москве. Но вот конкретно в вашем случае, в случае детского психического здоровья? Может быть, это прозвучит нескромно. Потому что ваши опыты уникальны, так я по вашему центру. Может быть, это прозвучит нескромно, но мне действительно кажется, что равных нам нет. Ну, наверное, было бы удивительно, если бы руководитель учреждения сказал, что это что-то другое. Потому и вот мой вопрос, чтобы и другие были равны. Конечно. Мне приходится ездить по стране. Я с большим удовольствием посещаю психиатрические больницы. А их всего три в стране, кстати. Это еще Санкт-Петербург и Волгоград. Детские. Детские, да. А в остальных регионах это детские отделения взрослых психиатрических больниц или отдельно даже выделенные койки. И такие тоже есть регионы у нас в стране. Конечно, мы публикуемся. И у нас очень в этом смысле такой огромный потенциал. Мы выступаем всюду, где только можно выступать. И в Москве, и выезжаем в регионы со своим опытом. Мы проводим свою собственную конференцию, ежегодные сухаревские чтения в память о нашем учителе Грунефимне Сухаревой. Мы в 2020 году отмечаем 125 лет нашему учреждению. И, конечно, будем чтить Грунефимну, перездаем ее труды. Она, кстати, между прочим, это очень важно, если мы говорим о просвещении. Именно она впервые описала ранний детский аутизм в 1926 году. Вошла в историю, можно сказать, мировую. На 10 лет раньше, чем Каннер и Асперкер. Поэтому, конечно, мы действительно такая территория уникальной школы. Мы публикуемся, мы выступаем на конференциях, и этого все равно недостаточно. Мы сейчас включились в проект, который называем телепсихиатрия. В области психиатрии телемедицинские технологии требуют особой разработки, потому что... Ну, условно говоря, нет объективного снимка, как МРТ, который можно показать и обсудить. Конечно, который дальше коллеги обсуждают. Нам нужен непосредственный контакт. Нам важно... Контакт с людьми, которые трудно идут на контакт. Да, но они иногда трудно идут на контакт, потому что реалии сегодняшнего дня такие, что дети не имеют навыка контакта, потому что они в планшете с двух лет. И поэтому лечить нарушения, которые связаны с отсутствием контакта, отсутствием контакта нелепо. Поэтому, конечно, для нас это не очень простой заход, но, тем не менее, для региональных участников это крайне важно. И поэтому мы включились в проект, который называется телепсихиатрия. Мы выступаем, спасибо большое департаменту образования, на селекторном совещании для всех родителей города Москвы, которые имеют возможность в прямом эфире видеть наше выступление по самым злободневным, актуальным темам, правда, школьного возраста. Ну, это как раз депрессия, это суицидальное поведение, это самоповреждение, это нарушение пищевого поведения, отказ от еды и так далее. И это большая аудитория, потому что это родители всего города. Мне кажется, что вот такие каналы нашего диалога с родительским сообществом крайне важны, особенно важны, потому что публикации, я смотрю на ваши замечательные журналы, наши замечательные журналы, это же Корсовский журнал, они адресованы все-таки специалистам. Это контакт врач-врач или специалист-специалист, но мы стартовали с вами со стигмы, и если этот контакт останется таким в собственном соку, то, собственно говоря, с нашими идеями просвещения, с нашими идеями антистигмы или антипсихофобии, мы никогда не дойдем до родителей. Кстати, мне, наверное, да, я хотела бы сказать, мне это приятно сказать, что сегодня, сразу после нашего эфира, я пойду на мероприятие, и нас, Центр Сухаревой, будут награждать в рамках конкурса «Проект года», и, собственно говоря, «Проект года», который выделен Департаментом здравоохранения, называется «Антистигма». Мы, собственно говоря, эту идею продвинули и победили, потому что, видимо, город, ну и Департамент, в частности, понимает, что без разворота специалистов и родителей, специалистов и пациентов, в данном случае детей, невозможно сегодняшнее развитие здравоохранения. Спасибо большое, Мария Александровна. Успехов вам. Спасибо. Награда – это здорово. Я вас поздравляю от души. Я напомню нашим зрителям, что в гостях нашей мобильной студии на 18-й ассамблее «Здоровая Москва» сейчас выступала Марина Александровна Бибчук, директор Научно-практического центра психического здоровья детей и подростков имени Груни Ефиминой Сухаревой, Департамента здравоохранения Москвы. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...